Привет всем! Очень приятно, Глуся. Как всегда, жду не дождусь тебя, Светлана. Спасибо, очень приятно мне слышать такое. Присоединяются. Ребят, пока присоединяйтесь, я... Я вам тогда расскажу немножечко про чат, быстренько в двух словах. То есть есть закрытый клуб, кто не знает. Закрытый клуб мы раньше там практиковали, практиковали сухие дни, практиковали, почему вот это вот... То есть все эфиры сохранены, ребят. То есть у нас там проходили мини-марафоны по замасливанию, по... Несколько марафонов у нас проходило по... Вход в сухие дни, несколько сухих дней, потом выход из сухих дней. Вот. Эти все эфиры сохранены. Кто хочет добавиться в клуб, вся информация, которая была до этого, в течение года, она вся сохранена в этом клубе. То есть вы ее можете спокойно смотреть. Сейчас немножечко формат этого клуба меняется. Формат меняется, потому что, ну, идут другие осознания. То есть я становлюсь другая, у меня другие, другие видения, другие осознания, другие уже, другие результаты у других людей. Потому что вот сегодня в чате спросили, а что вроде как все тут голодальщики, никто не вышел на сухие дни, никто не вышел в автономию. Ребят, просто те люди, которые уже выходят в автономию, они не пишут. Они полностью трансформируются. У них другие процессы с самим собой происходят. И они достаточно глобальные. И у всех разное предназначение, у всех разное видение. Кто-то, как я, как Вячеслав, как там еще кто-то, им нравится доносить какую-то информацию, чтобы вы ее услышали, как это возможно. И, возможно, это вам срезонирует, возможно, вы пойдете этим путем. А кто-то, у кого-то другие видения, у кого-то другие цели, задачи, которыми они наслаждаются. Поэтому не все готовы об этом кричать и петь на каждом углу. Потому что вы же видите, что как все происходит. Человек, который перестает кушать по каким-то определенным причинам. Кто-то из-за болезни, кто-то из чувства любви, через любовь пришел к осознанию. Это самое крутое, что может быть. У меня не так было. У меня не через любовь я пришла, а через болезнь. А у Вячеслава было через любовь. Это другой космос, так скажем. И уже, когда ты уже выходишь на другой уровень, у тебя перестает интерес быть к эмоциональному фону. Эмоциональный фон вызывает еда. И поэтому тебе уже неинтересны эмоции, ты уже идешь в чувствование. Чувствование намного глубже, я уже говорила. Намного интереснее, намного глобальнее. И когда ты идешь через чувствование, тебе неинтересны эмоции. А еда вызывает только эмоции. Она не вызывает чувствование. Поэтому тебе она становится неинтересна. Ты хочешь – ешь, хочешь – не ешь. Но, как правило, люди уже особо не едят. Ну что там, ну бывает там виноградинка Две там раз в неделю Раз в две недели То есть я даже не считаю это едой Вот, поэтому вот как-то вот уже Вот такие процессы И как раз вот этот клуб мы переформатируем Сейчас я переформатирую его На те состояния Что такое На те состояния, которые идут у меня То есть что такое открытие Что такое глобализация Что такое Что такое просветление Что такое пробуждение Что это такое и почему Становится мне интересна еда И как раз вот про это, про все мы там будем говорить Уже другой уровень Уже те ребята, которые там есть Они уже это увидели, прочувствовали И готовы идти дальше Я уверена, что готовы То есть мы уже наигрались в голодные игры Это уже не то Конечно, я ни в коем случае Я не говорю, что нужно Убирать сухие дни Нет, ребят Но сухие дни Вы должны понимать, что сухари Это вытягивание физического тела На определенный уровень На определенный уровень Исцеления То есть обычными сухарями Если вы уже здоровы Если вы Находитесь в прекрасной форме То сухари ваше тело сломают Вы не выйдете на автономию Через силу воли, через сухари Не выйдете Только через осознание И если бы у меня не пришло Это осознание После исцеления плюс-минус На сухарях Даже на длительных Я бы в определенный момент Вернулась бы на еду Потому что мне было бы неинтересно И это однозначно Поэтому люди, когда мне спрашивают А почему он после такого времени вернулся? Ну потому что не пришло вот это Пробуждение Я не люблю это слово Но пробуждение, просветление Назвайте, как хотите Когда ты осознаешь Что есть ты Когда ты осознаешь Что есть вечность И насколько ты Ты есть вечен Когда ты осознаешь Что ты вечный Тебе уже неинтересно Играть в эмоциональные игры Тебе неинтересно бежать Ты останавливаешься Тебе клево У тебя целая вечность Тебе не нужно Что-то быстренько поесть Чтобы получить Быструю эмоцию Ты готов идти В ощущение Ты готов идти В это В это чувствование В глубокое чувствование Что такое сухари? Сухие дни Юлечка, я вижу твой запрос на участие Подожди чуть-чуть Я сейчас тему раскрою И если у нас останется время То я с удовольствием с тобой Напоследок мы Такая вкусная конфетка у нас останется Вот Сухари это сухие дни Вот Так У меня что-то написано Что ждем пользователя до сих пор А, нет, все Все идет Все, вопросов в чате нет Тогда давайте, ребят Я раскрою тему Потому что у нас в чате Как-то Завелась такая темка Как Вот это все И Юлечка тоже Вот благодарность Не благодарность А пожелание Вот мы очень любим желать Я желаю тебе вот этого Я желаю тебе вот этого И мы же желаем от всего сердца А вы когда-нибудь задумывали Что такое желание Что такое пожелание Пожелание Это когда у тебя этого нет То есть мы же не желаем Вот если мы Если мы изобильны в чем-то Да И для нас это становится нормой Вот просто нормой В нашем мире Не просто для нас А в нашем мире Если это норма становится Мы этого не желаем Заметьте То есть мы не желаем Я желаю тебе Чтобы воздух не заканчивался Я желаю тебе Чтобы на заправках Не знаю там Не кончился бензин Я желаю тебе Чтобы вода в море не высохла Мы же этого не желаем Потому что для нас В нашем мире это априори есть А что мы желаем Мы желаем того Чего мало или нет В нашей жизни В нашем мире Я желаю тебе здоровья Я желаю тебе любви Я желаю тебе Не знаю там Всех благ Там еще что-то И вот мы от души это желаем Мы почему это желаем Мы это желаем Потому что этого нет В нашем мире Мы не самодостаточны Когда мы идем на пожелания Мы же не говорим Смотрите Сейчас много вопросов Начнется Ой что тогда не желать Как это так На день рождения Посмотрите У меня у подруги Случился День ее рождения И я Зная Что у нее есть все Я зная Что Она В этом мире Прекрасна Я не поддерживаю Ее в слабости Не Обесценивая ее мир Что в ее мире нет любови То есть если бы я ей пожелала Любви То значит я понимала бы Что в ее мире нет любви Если бы я ей пожелала Благополучия Я бы чувствовала Что в ее мире Не хватает этого блага А что тогда желать А что тогда желать Что тогда говорить человеку То есть я ей просто написала Что Ты есть счастье Соткана любовью Осознай Столько любви Столько любви и счастья Что она еще даже до конца Это не впитала в себя Что она еще до конца Не смогла стать Такой Большой Всемогущей Какая она есть Я уже ее мир Вижу И раскрыла Показала Не том что я такая Гуру Показала ей Но Как бы Вы понимаете разницу Сам факт Разница Если бы я ей желала Чего-то То это бы я ей говорила В твоем мире Как бы любви То не хватает Вот мы все Я желаю тебе Женского счастья Там такая сидит Старая дева С двадцатью восьми кошками И думает Ой Не-не-не Какое Какое женское счастье Мне уже Я уже стара Мне уже тридцать шесть Да Понимаете о чем А когда тебе говорит Боже Какая ты Ты счастье Ты блаженство И ты уже думаешь Ой Я счастье Я блаженство Я Я это что-то такое И тогда это по-другому Посприняется Тогда ты понимаешь Что ты на верном пути Раскрытие себя Раскрытие своего мира Раскрытие своего космоса Ты уже изначально Цельная Ты уже изначально Большая И когда вот эти вот Когда мы говорим там Когда я говорю что Женщине нужна Женщине нужна Мужская энергия Мужчине нужна Женская энергия И тогда вот это вот Этот вихрь закрутится И мне начинают писать Да вообще Цельный человек Он сам по себе Цельный и идеальный Он сам по себе Вот это вот А вы тут наговариваете А я не говорю Про нецельность Смотрите Только цельный человек Может Рядом с собой Рядом с собой Чтобы у него Были вокруг него Близкие его люди Были только цельными Почему? Потому что Когда мы Не цельные Что нам хочется? Нам хочется взять Нам хочется Чтобы нас любили Нам хочется Чтобы нас Боготворили Нам хочется Чтобы нам делали Какие-то подарки Какие-то материальные блага Какие-то душевные блага Чтобы нам давали Еще что-то И мы от этого Прям Ой, я такая вот Я такой вот Мне прям так Этого хочется Но Есть та стадия Когда ты понимаешь Что ты такой наполненный И тебе хочется Отдавать Отдавать Прям Ты вот прям У тебя Тебе уже нечего брать Ты цельный Ты полный Ты хочешь отдавать И ты вот это вот отдать Если с тобой рядом Не цельный человек И он готов это брать То ты отдаешь А он берет Ты отдаешь И он берет А где твое наполнение-то? И тогда уже ты Вот не наполняешься А ты можешь быть цельным Только в том случае Когда ты постоянно наполняешься А как постоянно наполняться Если ты готов Постоянно отдавать Вроде бы такой Замкнутый круг Ничего не понятно На самом деле все просто Когда с тобой цельный человек Ты цельному человеку говоришь От всей души Я тебе готов дать Что тебе дать Чтобы ты был счастлив И этот цельный человек Говорит Я буду счастлив От того Что ты будешь наполняться Неважно чем И ты Чтобы он был счастлив Начинаешь наполняться и он, чтобы ты был счастлив, ты же тоже ему так же говоришь, и он тебе, и ты ему, и он, чтобы я была счастлив, начинает наполняться, и вот тогда идет изобилие наполнения друг друга самим собой, другим, понимаете, вот это истинное наполнение, когда ты уже переходишь на другую стадию, и когда рядом с тобой вот эти вот истинные, цельные люди, которые счастливы от того, что ты в наполнении, а ты счастлив от того, что они в наполнении, и вот это вот наполнение, вот этот вот круговорот, вот этот кругообмен, когда ты постоянно наполняешься за счет себя, за счет другого, и другой наполняешься за счет себя, за счет другого, И вот этих вот энергий может быть миллион, друзья, подруги, любимые люди, близкие люди, там ещё кто-то. И ты начинаешь, когда обрастать вот с этими цельными людьми, ты же наполняешься в два раза больше, и ты начинаешь быть таким огромным, таким глубоким. И когда мне говорят, а что вы делаете, вы только собираете деньги? Нет, я просто показываю, насколько можно быть вот этим глубоким, когда каждый человек открывается, а в каждом есть, и у нас нет таких людей, которые не пустые. Они могут закрываться по определённым причинам, и это не хорошо и не плохо, это их выбор на данный момент их жизни. Но когда ты это осознаёшь, когда ты идёшь в наполнение, когда ты идёшь в истинном наполнении через изобилие, через любовь, то тогда ты понимаешь, что тебе никуда не надо торопиться. Ты понимаешь, что ты есть всё, что у тебя есть всё. Тогда ты понимаешь, что ты есть вечность через любовь, не через сухари, ребят. Я сейчас почитаю вопросы, которые в ютубе. Оля пишет, если снять программы в уме, то нам нужны определённые аминокислоты, витамины, то можно просто на малоедении находиться, работать психикой и, возможно, постепенно выйти на новый уровень автономии. Ребят, выходите на новый уровень осознания. Автономия — это как побочный эффект. Автономия придёт к вам, она никуда не уйдёт, она есть уже в вас, это ваша базовая настройка. Но если вы к ней пойдёте, то вы никуда не придёте, вы своё физическое тело просто похерите. Вы просто не представляете, за вот эти полтора года, которые я вот нахожусь вот на этом этапе, вы не представляете, сколько у меня было писем, сообщений, не знаю, как их назвать. Когда люди уже ко мне обращаются в критическом состоянии, говорят, вот мы на сухих днях, вот столько-то, вот я вот столько, там уже все родственники бьют тревогу, там я не знаю. Вот только мне приходила девочка, она была при росте метр семьдесят шесть, тридцать, тридцать два килограмма. Представляете, там пакетик костей, ложечка крови. И я, когда я начала с ней работать, вы знаете, она, наверное, ну неделю, как минимум, мы с ней каждый день работали. Она говорит, неделю она сопротивлялась, не хотела есть, она говорила, я не хочу, мне не лезет еда, мне вот это вот не это, мне вот это вот не то. И мы с ней пока не вытянули вот этого селитёра мозгового из неё. Она только тогда поняла, она, потому когда она дошла до тридцати девяти килограмм, она только тогда поняла, она говорит, боже мой, говорит, я вот, говорит, пока вот эти вот килограммы набирала, я боялась, у меня, говорит, был единственный страх, что я больше никогда не выйду в автономию, больше её вообще ничего не интересовало. Представляете, насколько была вот эта вот шиза. Я говорю, так ты бы в автономию не вышла, как бы мёртвые, они, конечно, наверное, автономы, но не к таким, наверное, автономам мы все стремимся. И когда она это поняла, когда она вот это приняла, когда она это перепрожила, вот эти моменты, тогда мы с ней начали работать через другое. И сейчас она в отличной физической форме, она кушает, но она малоед, маломоноед. Вот. И у неё такие очень глубочайшие сознания, она по своей стезе пишет книги, вот, она не из России, вот, она, по-моему, занимается каким-то там бизнесом у неё какой-то, я не помню какой, это неважно, и она по ним вот пишет книги, то есть ей вот такие вот вдохновения приходят, и она такие книги по ним учится, там где-то за рубежом, но как бы не суть, то есть это всё открывается, открывается, если вы понимаете, к чему вы идёте, открывается, если вы идёте через осознание. Но если вы идёте через силу воли, просто вот убиваетесь в сухие дни, то, ребят, сухими днями можно, вот, вот, которая у меня есть болезнь, была, да, была, есть, не знаю, как назвать, неважно, вот, и там уже было без вариантов, то есть либо я сто процентов умираю, либо у меня есть шанс что-то по-другому попробовать. Вот это да, тогда я могу сказать, что как бы это даже не через силу воли, то есть мне было, я понимала, что я умираю, ну, как бы, ну, либо я так умру, либо я так умру, тут уже не сила воли была, тут было чёткое понимание, что мне нужно что-то сделать, и у меня, ну, внутреннее состояние, оно какое-то, у нас есть это внутреннее чутьё, оно мне сразу же сказало, что как бы, ну, да, как бы, можешь так, и я через это вышла. Но если у вас с телом всё нормально, и вам говорят, что вы можете выйти через осознание, не через сухари, и вы говорите, да, через осознание, не через сухари. Свет, а если я вот три дня не ем, какие состояния? Может, мне пять дней не есть? Ну, пять дней мне плохо. То есть, понимаете, вот вам говоришь, а вы, вам говоришь, красное, вы говорите, да, мягкое. Нет, не про это. Я тоже уже поняла про эти пожелания. Почему говорю, что у тебя всё есть, и желаю приумножения всего этого. Да, Наташа, Глуся, до начала эфира у меня возникают вопросы. Как ты начинаешь вещать, они исчезают. Ой, Глусечка, ну, это, наверное, хорошо. Значит, я, наверное, отвечаю на них. Вот, ребят, пишите, какие есть вопросы. Это, я на них поотвечаю, и я думаю, что, наверное, вы поняли, да, что такое пожелание. Пожелание – это когда вы забираете вот это. Вы как бы говорите, вот у меня этого нет, я и тебе этого желаю, и в твоём мире. Ты же видишь, что в чужом мире этого нет. Ты же желаешь то, что ты видишь, что в чужом мире нет. А что нет в чужом мире? То, что нет в твоём мире. Понимаешь, и ты как бы переносишь вот эту вот дефицитарность из своего мира в мир твоего человека, которому ты кажется, что так от Души и желаешь. А по факту нет. Видите, сколько вот у нас закорючек, которые вот нам говорят, вот это вот так, а вот это вот так. И когда мы их начинаем скрывать, вот эти вот осознания у нас и приходят. И они такие, кажется, все на поверхности. Ведь я же вам ничего нового не сказала. Это уже есть всё в вас. Просто в какой-то определённый момент бывает, что так раз и перещелкаешь, думаю, точно. А почему об этом раньше не знала? И не только я же об этом говорю. Скорее всего, многие. Просто каждый находит того человека, через которого им приятно узнавать. Может быть, человек как-то внешне подходит. Может быть, тембр голоса, может быть, какая-то речь ещё у кого-то быстрого, у кого-то замедленного, у кого-то ещё какая-то. И всё. И вас начинает… Вы ловите свою волну, и вас начинают просто отчёлкивать. Отчёлкивать теми моментами, которые уже есть в вас. Да, Юлечка. Так, давай, Юля, я тебя… А, у вас нет запросов. Он, видимо, пропадает. Видимо, запросы пропадают пока в течение какого-то времени. На совместный эфир. Да, Юля, если хочешь, чтобы вышли ещё раз вот эту вот штучку, я тебя добавлю в эфир. И поболтаем. У нас ещё есть 30 минут поболтать. Тем, кто не болеет и не умирает, какой смысл в сухих? К чему они в итоге ведут, и есть ли смысл их увеличивать? Ребят, если тяжело увеличивать сухие дни, то не нужно. Вообще сухие дни… Так, Юля приняла. Они полезны для организма. Если вы делаете их немного и не через вот аскезы какие-то. Раз в неделю сухой день устроить – это великолепно. Привет, Юлечка. Привет, привет. Привет, слушаю тебя. Сегодня такой день любви классный. Я сейчас просто эфир проводила, и у меня телефон сгорел. Ну, в смысле, сгорел. Температура там повысилась, зашкалила, всё. Тут у меня свет плохой. Вот, тоже нахожусь в естественных днях и не могу без того, чтобы там не эфирить. Слушаю тебя. И вот эта вот энергия закручивается. Я думаю, вообще такой кайф вот просто вдохновляться человеком, который не ест. Вообще тебя должны просто круглосуточно слушать, потому что ты реально вдохновляешь. В какой-то момент у меня же был, получается, я выходила в автономию два года назад, а потом у меня не было актуальности. То есть я не болею, я здорова, всё у меня хорошо, любовь есть. То есть и вроде бы как можно было воспользоваться случаем, но я подумала, а непонятно, как я вообще туда попала, в эту автономию, три месяца не ела, а ну-ка я назад отойду. И начала себя заставлять, и это был жёсткий выход. Вот, а потом уже после этого жёсткого выхода, когда ты опять себя всё заселил, думаешь, зачем это надо, всё хорошо. Вот, и сейчас я опять нахожусь вот в этом естестве, и я помню, был момент, когда я тебя просто впитывала, слушала каждый день. Я даже подписывалась на твою группу какое-то время, там не помню сколько месяцев была, со своего там какого-то аккаунта. Вот, тоже наблюдала за тобой, и как бы вот эти вот эфиры твои автономные, слушала, вещала и понимала, что вот настолько ты передаёшь состояние, ключики вот эти вот, и мне это было очень важно. Потому что в какой-то момент, когда всё у тебя очищается, нет сердечной там, ну, поддержки, потому что, ну, как бы, любовь в принципе есть, да, и нет актуальности продолжать, нужен человек, который будет тебя дальше вести, проведёт вот эту адаптацию. Вот, потому что когда у тебя есть вопрос жизни и смерти, ты по-любому туда пойдёшь, да, ну, тебе терять нечего. Если вы вдвоём идёте, там один чуть-чуть подустал, второй скажет, так, давай, для чего мы там берём себе партнёра. Но сейчас такое время, знаешь, на партнёра надеяться. Было у меня такое, когда я договорилась с одним человеком, всё, мы идём вместе. И тут он в какой-то момент раз, и я понимаю, что моей готовности не было. Раз, так все тут сразу же. Привет всем, кто там набегает, народ, приходите к нам на вечеринку. Вот я слушала тебя, хотела поделиться таким моментом вот этого пожеланий, да. В какой-то момент я почувствовала, что когда мы желаем, даже если вот у нас, например, любовь есть, да, и мы там что-то хотим искренне пожелать. Ну, бывает такое, что часто желают того, чего сами хотят, из такого неизбыточного состояния, да, из ограниченного. А если даже пожелать из избытка того, чего человеку, по сути, не надо. Да, но вот желаю тебе там большой любви, да. И эта любовь проявится, когда ты, ну, не готов, не сам делаешь выбор. И потом люди могут от этих пожеланий просто вот набрать и не знать, что с этим делать. А если, например, вот такую формулировку использовать, вот как ты думаешь, если сказать, например, я желаю тебе того, что тебе нужно. Смотри, желать — это всегда жалеть. Ну, это вот как из этого, да, состояния. Жалеть. Говорить то, что ты в нём видишь. Ты космос, ты есть любовь, ты наполнена счастьем. Ты наполнена счастьем, и мне очень приятно находиться в твоём поле. Это самое приятное, что может быть. А вот это вот «я тебе желаю», вот «я тебя жалею», поэтому я тебе вот говорю, чего нет в твоём мире, потому что в моём-то тоже нет. И вот это вот обмен какашками, по большому счёту, он тоже… Я тебя жалю, я жалю, да? Желаю, жалю. Да? Да, точно, да. Поэтому, да, тут очень тонкая грань быть усилителями друг друга, либо, да, идти вот в какие-то ограничения. Эх, какая интересная жизнь, просто красота. Любуешься, не налюбуешься вообще. Да, причём это же всё лежит на самой поверхности, а нас приучили всё время копать вглубь. То есть вот там вот внутри клад. Клад всегда где-то спрятан. Мы не спрятаны для самих себя, мы кладец всего. Так, ребят, кто-то спрашивал про марафон, сколько стоит. Я не могу в эфире сказать, потому что, когда говоришь сумму, эфиры перекрывает, и Инстаграм тем более. Поэтому пишите в личку, я всё озвучу. Так, Светик, привет. Ты говорила, что знакома с женщиной 300 лет. Как она выглядит и как общаетесь? Или вы не лично общались, и ты только слышала о ней. Мы с ней общались, сейчас уже, ну как бы мы с ней очень редко общаемся, так можно сказать. Как она выглядит, как ухоженная женщина без возраста. Ну я не знаю, ну смотришь на неё, ну не знаю, там лет 40-45. Но нет такого, что ты прям точно дашь возраст. Ухоженная женщина, но там с шестью-десятью даже годами, как у нас выглядят женщины некоторых 60 лет, там даже этого не пахнет этим. Вот, поэтому... Слушай, я вспомнила, я тоже знаю женщину, но она очень молодо выглядит, ей тоже 300 лет. И как она выглядит, как просто молодая девушка, я просто не верю. Но я не подходила к ней, я видела со стороны. Потом только я узнала, что она такого возраста. Но она там где-то в Китае жила, ещё где-то. То есть человек без времени. Она просто вот там появилась здесь, в этой стране, пожила там 100 лет. Потом в этой стране 100 лет пожила. И когда ты понимаешь, что в нашем мире одномоментно существуют разные вообще... Как назвать таких людей? Уже людьми даже не назовёшь. Сущности, что ли? Кому-то 300 лет. Кто-то там ещё во что-то там верит. И все мы такие разные просто собрались здесь на земле. Да, и вот как раз в Ведрусе, когда были, там была женщина, не знаю, как видела ты её или нет. Вот она как раз подошла, она тоже где-то там, где-то у монахов долгое время жила. Ей тоже достаточно много лет. И вот она когда подошла, она говорит, меня попросили посмотреть тебе в глаза, посмотреть, что там есть в твоих глазах. Можно? Я говорю, можно. И вот она посмотрела, она говорит, да, всё есть, то, что мне сказали. Я, ну, как бы не знаю там, что ей сказали, я не стала спрашивать. Вот, она меня поблагодарила за эфиры. И самое, что интересно, ну, ей около ста, и у неё не было ни одной морщинки. И глаза, они такие ясные-ясные, то есть настолько красивые, ясные глаза. И она как раз и рассказывала, что она находится в процессе, в процессе вот этих осознаний, естественно, малоредкоедения. И у неё организм начал возвращаться в состояние как бы молодеть. И вот у неё исчезли морщины, у неё была очень молодая, красивая фигура. У неё были руки красивые, молодые, то есть без пигментных пятен, без какого-то там, ну, вот, то есть видно, что ручки такие прям. Ну, где-то она выглядела на тот момент лет на 60. И как раз она сказала, что у неё то ли селезёнка, то ли поджелудочная железа, не буду врать, не помню, была больна. И вот на сегодняшний день у неё уже официальное есть заключение, что у неё она вырастила себе вторую, здоровую, вот, здоровый такой же орган. И сейчас, говорит, идёт процесс, чтобы старый орган у меня просто как бы, ну, рассосался, можно так сказать. То есть я в этих моментах вообще нисколько не сомневаюсь, и поэтому, да, есть такие люди. И когда вы сами идёте на определённом этапе, к вам начинают и приходить такие люди. Поэтому для некоторых это, кажется, сказки. Сказки, потому что вот они живут в обществе тех людей, которые, я не знаю, там, по пятницам пивко, да, вот, там, по каким-нибудь праздникам, там, тоже торты, шампанское рекой или ещё что-то. Конечно, рядом с вами не будет таких людей, потому что, ну, вот, мы же всегда сами выбираем свой круг общения. А если мы идём в другие процессы, в другие сознания, если мы понимаем вечность самого себя, то там, конечно же, уже и люди, соответственно, и начинают подтягиваться. Поэтому очень важно ходить на твои марафоны, потому что там создаётся новое окружение, которое уже является твоим окружением. И вот это состояние, которое передаётся общего поля, конечно, оно помогает. Тем более там нужно, можно найти вот человека, да, партнёра или ещё кого-то. Ой, необыкновенное дело ты делаешь, конечно. Конечно. А я вспомнила, знаешь, там была женщина, это не о той ты говоришь, которая была жената на Шиве. Она говорит, мой муж Шива. Ой, я не знаю. Посвящение это, посвящение сделали ей, что ей сказали, а я так на неё ещё посмотрела, думаю, жена Шивы, вот это да, думаю. Ну, что-то, наверное. Ну, что-то быстро шли процессы. Можно останавливать дыхание и так далее. Пишут, проводили бы вы скрытой камеры. Вот, понимаешь, людям хочется, чтобы скрытые камеры везде поставили. Вот это вот. Да, но это вот почему такие люди хотят инкогнито, проводили бы эфиры. Ребят, я могу сказать по себе, мы вот тоже со Славой обсуждали. Вы знаете, вот очень, вот чем больше, чем глубже ты идёшь вот в эти все осознания, тем меньше ты хочешь вообще что-то вещать, правда. Тем меньше ты хочешь что-то выносить на публику, и тебе кажется, тебе уже так хорошо, ты настолько уже в другом мире живёшь, прям реально в другом мире, что ты не хочешь вот этого. И ты ловишь себя на тех моментах, что ты понимаешь, что вокруг тебя, вокруг тебя есть так, как всё должно быть. Оно неплохо и нехорошо. У тебя уходит оценочность. И ты не хочешь никому что-то доказывать. То есть ты не хочешь никого, ни в ком поддерживать вот эту слабость. Ты не хочешь никому говорить, что ты ничего не знаешь, сейчас я тебе расскажу. Ты уже априори знаешь, что каждый дойдёт до того состояния, до которого ты дойдёшь. Вот у тебя нет в этом сомнений. И поэтому у тебя вот это желание отпадает. Но срабатывает вот такой механизм, что думаешь, ну кто-то же был, ну ты вот сколько шла? Я себе задаю вопрос. Вот я сколько шла? Я шла к этому 8 лет. Слава себе задаёт вопрос. Он шёл к этому 6 лет. И мы понимаем, что люди ещё, а нам же хочется побыстрее, чтобы вот в этом великолепии пожить, да, когда тебе просто приятно помолчать с кем-то. Когда ты просто садишься, вот мы, например, со Славой встречаемся, он говорит, давай встретимся там. Я говорю, давай там. Мы встречаемся, мы можем минут 15, там 20, 30 посидеть на лавочке, и мы всю информацию друг от друга как бы приняли, но мы не сказали друг другу ни слова. И это клёво. То есть мы очень чётко передаём друг другу информацию. Это можно как бы сделать и на расстоянии. Но когда ты находишься вблизи, ты прямо очень чётко передаёшь те знания, которые есть тебе. То есть ты их закладываешь в одного, другой тебе закладывает в другого. И всё. Не нужно вот эти вот слова. Слова, они настолько обесценивают всё. Но пока мы не можем не пользоваться, чтобы передать какую-то информацию, пока они нам нужны, кому-то передать. Вот именно поэтому, что когда выходишь на определённые, у кого-то вот такое. То есть у нас вот сейчас, ну скажем так, миссия, да? Миссия такая, чтобы рассказать свой опыт. Кому-то он интересен, кому-то он нужен. И когда ты получаешь, вот у меня получается, вот я ребятам показывала, вот у меня за ночь 180 сообщений, 180-230 сообщений. И ты их сидишь вот ночью и разбираешь, как мне говорят, что ты ночью делаешь? Я разбираю чаще всего сообщения. И когда ты читаешь, что действительно твой эфир кого-то перещелкнул, что, например, там какие-то мысли, какие-то высказывания, вот человек дошёл в своих осознаниях через вот это, ты понимаешь, что да, наверное, всё-таки пока это то, чем ты должен заниматься. И это, конечно же, это клёво. А вот что за Слава? Ты про какого Слава говоришь? Не Тимошенко? Нет, не Стиренко Слава. А, и у него любовь. Он выстрел через любовь. Через любовь, да, его выбросило через любовь. И сколько он уже не ест? Он сейчас не ест, он малоредко едет. То есть, ну, он ест, не знаю, там, раз в 10 дней, он может там поесть, там, не знаю, там, какую-нибудь виноградинку съесть, или там кофе даже попить бывает. То есть он это не скрывает, он, у него есть это, но он не каждый день ест. Ну, где-то вот раз в неделю, раз в две недели. Но когда ты заходишь через осознание, тоже очень важный момент, когда ты заходишь через осознание самого себя, то у тебя нет интоксикации, у тебя нет ломок, у тебя нет сухости, у тебя нет вообще вот этих процессов, которые есть, когда ты заходишь через голод. Их вообще нет, они вообще отсутствуют. И это уже не первый случай. И вот как раз к нам сейчас летят на глубокие проработки, на трехдневные, люди там из Германии, из Италии летят. Вот с 21 августа вот у нас будет вот эта вот трехдневная проработка. И там как раз вот мы будем людям вот через вот это показывать. И есть уже люди, которые через осознание ушли на малоредкоедение. То есть когда уже нет такого, что тебе нужно обязательно там поесть хотя бы раз в день. То есть этого нет. Малоредкоедение, это я говорю, когда ты кушаешь, но раз в неделю, например. Ну и что-то там вот кушаешь не для того, чтобы покушать. А, например, вот так как он там говорит, там приехал к зятю, или к свекру, я не разбираюсь. Вот, он говорит, там у меня виноград такой поспел, ну-ка давай быстрее попробуй. Он говорит, да что мне твой виноград, трава и трава. Он говорит, нет, ты что это, там такой-то сорт. Но он, чтобы не обесценивать его вот эти вот труды, он говорит, ну давай. Ну там взял там сколько, пять виноградинок, съел их. Это было там через девять дней, когда он не кушал. Вот эти вот пять виноградинок съел, ну как бы уже и эмоцию не получает, ну как бы удовлетворил своего близкого человека. И всё, и дальше опять как бы нет желания есть. То есть ни на следующий день не попить, не запить. Ещё там две недели прошло. То есть он вот в таком режиме живёт. Как можно ускорить процесс осознания? Ребят, ещё можно ускорить процесс осознания. Да, сейчас, Юлечка, секунду. Смотрите, если вообще можете это сделать самостоятельно. Просто у кого-то, кому-то самостоятельно проще, кому-то проще с кем-то. И не все могут себе позволить приехать на ретриты, либо на совместные с нами, ко мне и к Славе, либо на мои ретриты, по каким-либо причинам, неважно. И мы сейчас делаем чат на троих на месяц. И вот за месяц мы ведём такую глубокую проработку этого человека, то есть с двух сторон. Женская и мужская энергия. Мы выжимаем вас, и в вас вылазят все вот эти вот социальные установки через выжимание, и вы обнуляетесь. На обнуление вы уже нанизываете всё, что есть истина. Истина самого себя. Вот. По ценам не могу озвучить в эфире. Это совсем недорого стоит. Напишите в личку, я вам скажу, потому что иначе эфир один у меня так забанили. Вот. Света, ты, получается, ведёшь сейчас программу вместе с мужчиной, да, вот объединившись? Ну, у меня есть и индивидуально, и есть, где мы вдвоём. То есть вдвоём это очень удобно, когда мужская и женская энергии совмещаются. Это работает на клеточном уровне ДНК. То есть это уже идёт не на мозговом уровне, то есть не на нейронных связях. Это идёт на ДНК. Когда идёт вот эта вот женская и мужская энергия, то есть женская энергия, ты обволакиваешь как бы одну сторону ДНК, мужскую – другую сторону ДНК. Ну, это образно говоря, да? Когда у вас идёт мужская и женская, вы в этом вихре закручиваете человека, его ДНК, и там идёт вот это вот выжимание социальных установок. И когда идёт выжимание социальных установок, вы как будто бы с вас так всё, и всё сняли, и всё. И остался один голый штырь. И когда человек приходит к голому самому себе, вот тогда вот срабатывает. И это очень хорошо. Ну, по крайней мере, результаты тех ребят, которые с нами идут, то есть там видно как бы очень хорошее такое. Но если человек готов, потому что некоторые говорят, ой, я хочу, я хочу, а потом ему когда говорят вот это, вот это он говорит, ой, не-не-не, тут я тогда вот этого потеряю, тут вот здесь мне будет нехорошо, здесь вот мне будет некомфортно. То есть не каждый готов выходить из своей зоны комфорта. Если кто-то готов, то, конечно же, это всё дело, ребят, в вашей готовности. Как только вы готовы, вы будете принимать ту информацию, которая к вам идёт, которую мы говорим, либо мы, либо ещё кто-то, неважно. Ваша готовность — это да, это основной критерий. Ну, вот это и о том, о чём ты говорила вначале, я почувствовала через самоосознание. Это же есть готовность, да? Самоосознаться. Да. А что ты имеешь в виду под самоосознанием? Как это через чувство пережить? Это тело своё чувствовать или как? Вообще я пока не затрагивала эту тему, но я пока не совсем её прочувствовала, но она всё больше и больше понимается. Я просто чувствую, что там... То есть я могу сказать, что мы, во-первых, живём как минимум в двух физических телах единовременно. Не в двух разных мирах, не в двух разных плотностях, а у нас есть два физических тела, единоразово. Мы просто их не всегда можем прочувствовать. И на определённом этапе осознания самого себя мы очень чётко чувствуем, что, например, наше физическое тело одно чувствует процесс чувствования, второе чувствует процесс осознания. Это разные абсолютно процессы, но это два... Это не в одном физическом... Это два физических тела, которые уже на тебе есть. Это не вот эти вот, как говорят там, вот светящиеся тела или как они... Это не про это. Это именно два физических тела, которые есть в тебе, как минимум, да, которых только я могла прочувствовать, которых есть сейчас на данный момент. Но я пока эту тему не готова раскрывать, потому что я её до конца не понимаю пока, как передать словами. Поэтому я её пока отложу в другой ящик и попробую это передать на ретрите. Когда человек уже, когда я уже вижу, где он недопонял, чтобы вытащить это. Осознание, да, но осознание на социальный хлам никак не навесится. То есть осознание, оно может... Вы можете его увидеть, услышать в самом себе, но оно будет как помеха. То есть раз, вы только поймали это сознание, но пока вы не откинули весь хлам свой социальный, оно будет у вас постоянно выходить, вас будет всё время выстёгивать из этого состояния. Как только вы уберёте вот это вот социальные нормы, то сразу же раз и всё. И тогда уже у вас будет вот этот... вы поймёте, что есть я. А если муж против, просит меня больше одного дня в неделю не практиковать сухие, спорить с ним не хочу, согласилась с ним, но иду зато к одноразовому питанию в день, чтобы всё в семье устаканилось. А муж против – это же ваше отражение. У вас есть какие-то... У вас есть какие-то нестыковки с самой собой, и поэтому вот у вас идёт вот это сопротивление, которое выкидывается через мужа. Потому что если муж о вас беспокоится, то он о вас беспокоится через свой эгоизм или через ваше непринятие. Тут тоже нужно смотреть. То есть одним словом, как бы здесь невозможно это перевернуть. Юля, вопрос к вам. Как ваш муж относится к автономному образу жизни? Ко мне, к этому образу жизни все очень хорошо относятся. Я вообще сейчас сама живу и автономлю, и, как это сказать, адаптируюсь в это состояние, фиксирую его. И вот так вот синхронистичность событий сложилась таким образом, что я реально сейчас вот нахожусь. одна, никого нет. Я нахожусь далеко от дома, от тех вот якорей. Кстати, Света, а ты вообще в Абхазию не можешь приехать, да? В Абхазию нет, и у меня сейчас не получается. То есть у меня сейчас вот трёхдневный ретрит живой с 21-го числа, потом у меня начинается онлайн-марафон, потом здесь ещё тоже дела, и у меня ещё будет в сентябре тоже онлайн-ретрит, где я буду проводить его самостоятельно, без Вячеслава. Вот, поэтому как-то вот забито пока, до октября всё забито. Но единственное, ребят, знаете, что, думаю, может быть, какой-то перед Новым годом либо ретрит сделаем, либо, возможно, какую-нибудь там, ещё придумаем какую-нибудь вечеринку. Вечеринку не едов. Почему не едов, я говорю? Потому что люди очень часто не понимают, как можно обойти общепит, тусоваться, и не развлекаясь. То есть мы шли с подругой как-то по набережной, она говорит, вот я не понимаю. И мы зашли в ресторан. Зашли в ресторан, она там себе заказала покушать, и она говорит, вот я не понимаю, вот мы вот вроде всё сделали, сейчас как будто бы хочется закрепить вот эту вот вкусную еду или ещё чем-то. Вот я на тебя смотрю, и мне всё время поразительно. Вот как можно об этом не думать? Я говорю, а я вот думаю, что вот можно было бы, например, там покататься там на яхте, покататься на сабах, ещё на чём-то. Она говорит, точно. А почему я об этом не подумала? То есть, понимаете, вы начинаете постепенно перестраиваться, и у вас уходит вот этот вот образ жизни, где связано это с едой. И там уже другие состояния, другие ощущения, и там вот эти вот чувствительные привязки, они идут с другим. То есть, у меня нет такого, чтобы посидеть в ресторане. Я люблю кататься на велосипеде, то есть я каждый день катаюсь, у меня редко какой день выпадает, чтобы я не каталась. Я люблю лазить по горам, я люблю ездить куда-то на природу, я люблю аргентинское танго. То есть я танцую, я катаюсь, я по горам. То есть для меня вот это вот, это моя жизнь. И там нет места для какой-то бананщины, как еда. Свет, хочешь себе прикол расскажу? Я же себе в Абхазии купила квартиру в Абхазии, и вот сейчас вот хотела сделать там ремонт. И уже месяц мне не могут сделать сантехнику, унитаз. Сначала я не знала, куда в квартире его поставить. Вот и до сих пор у меня уже всё сделали, стены, пол, вот всё. А унитаз никак не могут поставить. Это так забавно, потому что ты находишься в этом естественном состоянии, понимаешь, что тебе он не нужен. И вот это вот просто и всё пространство, и вся квартира, как вот по вас туда, вы находитесь в помещении, которое вас там отражает. И вот оно настолько меня отражает, что такое ощущение, что если я поставлю унитаз, сразу у меня начнётся мыслеформа, может быть, он не нужен теперь, нужно его как-то использовать. Или вот, ну, я просто предполагаю сейчас, да, вот эти вот все моменты. Вот такой у меня прикол сейчас. Поэтому я тут нахожусь в таком полуразрушенной квартире, жду, когда это всё завершено. Красиво. Вот, что ты скажешь? Как с этим быть? Делать, не делать туалет? Или делать автономную квартиру? Ну, слушай, ну, если у тебя будут детки приезжать, как бы, если у тебя будут какие-то гости, ну, как для них, потому что вот я планирую тоже, всё равно планирую дом построить где-нибудь, где в тёпленьких краях. И я так полагаю, что у меня там будет кухня-гостиная, но кухня, она будет занимать минимальное количество места, то есть там будет в основном гостиная, где будут собираться, где мы будем собираться, что-то там обсуждать, что-то, я не знаю, какие-то настольные игры играть, там ещё что-то. Но это точно будет, как бы там всё равно будет кухня, там всё равно будет, потому что у меня дети есть, но она будет совсем мало места занимать, прям абсолютно мало. И ещё заметила такой момент, вот я сейчас здесь живу в квартире, у нас, хотя такая достаточно свободная квартира, да, большая, но я чётко понимаю, что вот сейчас мне не то, что тут тесно, не то, что тут душно, но я в квартире нахожусь, ну, наверное, максимум 4-6 часов в сутки. Я не могу находиться в квартире, и вот это сейчас очень чёткое осознание идёт, то есть как только светает, я на велосипеде, потом приезжаю, потом какие-то дела поделаю, потом ещё куда-то пошла. Ночью опять на велосипеде, у меня весь велосипед в фонарях, он у меня, я как новогодняя ёлка езжу, чтобы меня видели там машины либо ещё что-то. То есть нет, понимаю, что в квартире уже в таком состоянии жить невозможно. У тебя должен быть дом, и обязательно при доме должен быть какой-то, я не знаю, какой-то такой шатёр, где ты можешь на улице находиться 24 на 7. И то не факт, что ты можешь там находиться, просто вот сидеть, то есть хочется движения, но не том, что движения, что тебя вот постоянно там разбирать, а именно природного движения, вот такого, которое вот как бы единение с природой. Мне кажется, вот когда ездишь на велосипеде, вот этот ветер в лицо, какие-то запахи, они моментально меняются на этой скорости. Я езжу на водопады, вот куда-то ещё, по горам когда ходишь, когда там, я не знаю, вот у нас часто проходят танцы на свежем воздухе, когда ты, например, танцуешь, это по-другому всё. И ты понимаешь, что вот когда ты садишься, приходишь в квартиру, то тебе квартира, по большому счёту, на данном этапе нужна, чтобы зарядить гаджеты, чтобы провести эфир, чтобы не было посторонних шумов, чтобы переодеться, проведать детей, что они там делают. То есть вот для такого, как бы для какой-то такой банальщины. Вот это вот, да, вот это вот уже, это уже случается, от этого никуда не деться. Привет, ты сейчас уплотнила так своё поле, что практически нечитаемо становишься. Ну вот сейчас чуть-чуть, вот когда начинаешь общаться, разгорается энергия, уплотняется пространство, твоё поле, и перестаёт считывать телефон тебя, просто перестаёт замечать. И так это интересно наблюдать, красиво, мощная ты. Спасибо, Юлечка. Ребят, уже час, мы тут не все вопросы успели прочитать, но ещё с Юлей выйдем в эфир. Я думаю, что с огромной вдвоем. Я прощаюсь, пока. Всем любви. Всё. Ребятки, я вас всех обнимаю, у нас час уже прошёл с вами. Я вам очень благодарна, что задавали вопросы, что были с нами, очень было, правда, приятно. И, конечно же, сохраню эфир. И пишите, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы, пишите свои какие-то осознания. Я обязательно их все читаю.